Работа в выходной день оплачивается в двойном размере. В ГЗОТ вернули старую норму. Новым законом по оптимизации трудовых отношений предусмотрено, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере. В Кодекс законов о труде ГЗОТ вернули старую норму. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на комментарий Минэкономики к закону 2352Х. Как отмечается в комментарии из перечни статей, нормы которых не применяются в период действия военного положения, изменениями изъята статья 72 ГЗОТ, регламентирующий компенсацию за работу в выходной день. То есть работа в выходные дни должна компенсироваться, как и в мирное время, по соглашению сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере в соответствии со статьей 107 ГЗОТ, разъяснили в министерстве. В то же время, по новому закону, пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем. Для установления пятидневной или шестидневной рабочей недели в период военного положения больше не нужно решение военного командования. Вместе с военными администрациями, в случае их образования или согласия первичной профсоюзной организации или согласования местного совета. Говорится в комментарии. Напомним, нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена с 40 до 60 часов в неделю. Но только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр.